У моих подписчиков ощущение, что хамасовцы – это такая армия, которая пытается вернуть свою территорию обратно. Ну, грубо говоря, стоит у меня холодильник. Евреи пришли, забрали холодильник. Хамасовцы пришли в дом еврея, забрали холодильник к себе обратно. И вот в этом эта справедливость. Ну, так вот. Вот, даже если евреи забрали холодильник, что я сомневаюсь, что у Газа хоть один холодильник есть свой, своего производства или своих разработок, они пришли не за холодильником. Они пришли убить всех тех, кто даже, может, и холодильник не брали. Просто тех, кто называются евреями. И если рядом с евреями или между двумя евреями стоит араб, или христианин, или индус, или казах, или русский. Вот, просто между двумя евреями. Просто соседство с евреями даёт палестинцам право его тоже застрелить. Вот вам и ответ на вопрос, чего хотят палестинцы. Они хотят не холодильник. Они хотят не землю. Они хотят убивать евреев. То же самое, что хотел Гитлер. Общество, в том числе и россияне, находится в очень смешной позиции. Они хотят клеймить Гитлера за нацизм. И при этом они хотят оправдать хамасовцев за тот же самый нацизм. Незавидное положение, например, у россиян. Или у тех, которые по Америке бегают, или Канаде, или Франции. Если бы сейчас перед вами сидел хамасовец и Гитлер, знаете, кто бы отвернулся от кого? Вы бы наверняка и тем, и тем положили какую-нибудь там пельмешку на тарелочку. Вот накормили и того, и того. А знаете, кто бы не стал с вами за один стол садиться? Гитлер. Потому что вы Гитлера убили, презирали. Он уже сто лет. А он не считался виноватым. Но бы никогда не подписался под примитивные, варварские, жестокие идеи и методы хамаса. Он никогда бы, я могу сказать, если поставить хамасовцев и нацистов, фашистов вместе, нацисты бы вообще вот растерзали этих. Без всякого предупреждения там, жители Газа, в такое-то время, отойдите, пожалуйста, вот место, дом такой-то, где вас стрелять не будут. Гитлеру было вообще похуй. От газа, от всей газа, не осталось бы ни копеечки.